Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Работа на рынке без кассы сейчас 10 тысяч рублей штрафа для ИП, а для организации 30 тысяч. Невыдача чека для ИП влечет предупреждение или штраф 2000 рублей, а для организации предупреждение или штраф 10 тысяч. Программа Экономика. У кировской фитнес-индустрии осталась неделя для включения в реестр. Присутствие в нем позволит клиентам таких организаций получать вычет за здоровый образ жизни. Со следующего года в стране вводят налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. За год можно вернуть до 15 тысяч 600 рублей, то есть максимальный расход на фитнес, с которого возможен возврат, 120 тысяч рублей. Понадобится договор на оказание услуг и кассовые чеки. Организация и ее услуги должны быть включены в соответствующие перечни. Их сформируют к 1 декабря, но подать заявку на включение необходимо до 16 октября. Физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности. В штате должны быть люди с профильным образованием. Заявки можно оставлять в специальном ящике при входе в правительство со стороны театральной площади или направить в Центр спортивной подготовки «Вятка Старт» на Динамовском проезде. Далее информация от наших партнеров. Выручка – важная характеристика бизнеса. Порой она более показательна, чем прибыль. Как отличать эти понятия, особенно если вы привыкли мыслить исключительно денежными потоками? Рассказывает знаток всех тонкостей учета и планирования финансов руководитель компании «Бухгалтеры Я» Татьяна Максимчук. Выручка – это количество проданных товаров или оказанных услуг, умноженных на их цену. Другие названия – это доходы, объем продаж и оборот. Но все это измеряется в рублях. У нее есть особенности. Она не может быть отрицательной, только положительной или нулевой. То есть, либо у вас есть деятельность, либо у вас нет деятельности. Она учитывается без косвенных налогов, то есть это налог на добавленную стоимость. И она учитывается по документам. То есть, не все, что зашло на ваш расчетный счет – это ваша выручка. Не является выручкой из тех денег, которые не приходят на расчетный счет. Это, например, авансы, поскольку у вас еще факта оказания услуг, либо отгрузки товаров еще не было. По размеру именно выручки нужно судить об успешности компании. Динамикой выручки поинтересуется грамотный кредитор или инвестор. Компетентность еще никому не повредила. Повышаем ее вместе с «Бухгалтеры Я». В завершении курсах валют на сегодня доллар 72 рубля 29 копеек. Курс евро 83,61. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. Программа «Эхономика» на 101%. Курс евро 84 «Нелепирай 스�elsк gamen». Спасибо за субтитры這裡 ! Энгий Курс Продолжение следует...